В Москве на Красной площади сегодня утром состоялся парад 9 мая. В этом году празднование прошло в нетипичных условиях. Погода была холодной, во время основной части мероприятия на улице шел снег. Вместе с Владимиром Путиным участие в параде приняли лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Лаоса, Кубы и Гвинеи, Бесау. Приехал и Александр Лукашенко. С собой взял своего шпица. Продолжение следует... Представили только 80-летний танк Т-34. Не показали на параде и артиллерию. Отмечу, что в этом году в Москве даже не было традиционного шествия бессмертного полка. Решение об его отмене приняли по соображениям безопасности. В эфире программы «Вот так» парад комментировала антрополог Александра Архипова. На протяжении последних 10 лет происходило много изменений, которые, к сожалению, привели к войне. И одно из таких изменений – это то, как оформлял российское правительство бессмертный полк, как российские чиновники его контролировали, какие идеи заставляли туда вкладывать, как постепенно выдавливали идею эмпатии, сопереживания, горя, печали. И на этом месте оставлялись коллективные эмоции радости и горя. И вот это стремление показать, что мы можем повторить. Пока в Москве зрители смотрели парад, в Украине российская армия обстреляла Днепропетровскую область. Два человека погибли и двое ранены в городе Никополь. Об этом сообщили местные власти. Из-за обстрела повреждены несколько частных и многоквартирных домов, магазин и хозяйственные постройки. Громко было и в Сумской области. За сутки туда сбросили около 30 управляемых авиационных бомб. В российском Белгороде тем временем в результате утреннего обстрела пострадали 8 человек. Губернатор заявил, что в городе трижды звучала воздушная тревога. После обстрела загорелись машины. Также были прямые попадания в жилые многоквартирные дома. Чиновник обвинил в обстрелах украинскую армию. ВСУ взрывы в Белгороде пока не комментировали. ВСУ взрывы были и в курортной Анапе. Оперативный штаб региона сообщает об атаке беспилотников. По их данным, горела нефтебаза. Оповеждено несколько резервуаров. Пострадавших, по данным правоохранителей, нет. По данным местных властей, было около 6-7 беспилотников. Все они были уничтожены. Тем не менее, осколки упали на территорию предприятия, из-за чего начался пожар. Министерство обороны России пока не давало никаких комментариев по поводу попадания. Украинская сторона тоже пока молчит. Полетел дрон. Блин. Армения прекратила финансирование деятельности Организации договора о коллективной безопасности. Об этом рассказала пресс-секретарь армянского МИДа. Примечательно, что в этот же день состоялся визит премьер-министра страны Никола Пашиняна в Москву. Он встретился с Владимиром Путиным. По данным агентства AFP, лидеры обсудили двусторонние отношения между странами. Они, по словам Путина, развиваются вполне успешно. При этом политологи и эксперты говорят об очевидном ухудшении диалога между Москвой и Ереваном. Ранее Россию обвиняли в бездействии во время конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. После этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал выбранный Ереваном курс развития разрушительным. По словам Лаврова, действия Еревана служат западным интересом. Встреча Пашиняна и Путина продлилась более часа. Стороны также обсудили вопрос товарооборота и договорились о том, что российские пограничники, которые десятки лет занимались досмотром в ереванском аэропорту Звартноц, к концу лета покинут его. Кроме того, российские войска уйдут из армянских областей, где они находились по устной договоренности после Второй Карабахской войны. США приостановят поставки оружия, если Израиль войдет в рафах. Об этом накануне заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в интервью CNN. Предупреждение ограничить поставки вооружения прозвучало от американского лидера впервые за время израильской антитеррористической операции в секторе Газа. Байден также признал, что Израиль использовал американское оружие для убийства мирных жителей в Газе. На сегодняшний день, по данным так называемого Министерства здравоохранения Газы, в анклаве погибло почти 35 тысяч жителей. В то же время Соединенные Штаты продолжат поставлять Израилю оборонительное вооружение, в том числе компоненты для системы противовоздушной обороны «Железный купол». На этой неделе Израиль атаковал объекты террористов Хамас в Рафахе, там, где ранее нашли убежище более миллиона жителей Газы. Правительство Израиля назвало эти действия ограниченной операцией. Отмечу, боевые действия в секторе Газа были спровоцированы нападением Хамас на Израиль 7 октября минувшего года. В результате этой агрессии погибло около 1200 человек, и еще около 250 были похищены. 133 заложника до сих пор остаются в плену боевиков. Впервые в истории главой Северной Македонии станет женщина. Правая оппозиция одержала крупную победу на парламентских и президентских выборах в стране. Правящая социал-демократическая партия уже признала свое поражение. Оппозиционная партия набрала 42% голосов избирателей против 14% у правящей коалиции. Как отмечает агентство Reuters, избиратели Северной Македонии были разочарованы медленным продвижением ее заявки на вступление в Европейский Союз. Страна с населением в 2 миллиона человек с оптимизмом смотрела на евроинтеграцию в 2005 году. Но с тех пор надежды угасли. Северная Македония стала символом несбывшихся мечтаний. Если вы смотрите наш выпуск на ютубе, поддержите нашу работу, поставьте лайк под этим видео, активно пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Российские миллиардеры начали возвращать свои активы в страну. Об этом пишет Bloomberg. По данным издания, этому способствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами являются граждане России. Bloomberg пишет, что журналистам удалось анонимно пообщаться с некоторыми российскими предпринимателями. Те пожаловались, что сталкиваются с рисками национализации бизнеса в самой России. Тем не менее, из-за санкций они вынуждены вести бизнес только внутри страны. Bloomberg упоминает 25 миллиардеров, чье состояние совокупно оценивается в 350 миллиардов долларов. Средний возраст предпринимателей – 63 года. Издание утверждает, что от решения этих людей, в какой стране и как именно это сделать, зависит развитие экономики и всех отраслей бизнеса. Кроме того, СМИ пишут, что некоторые российские миллиардеры хранят деньги в наличных, неизвестных местах. Взыскать долг с Алексея Навального, погибшего в колонии, потребовала налоговая служба Москвы. Иск поступил 8 мая, но мировой судья Донара Сангаджиева в тот же день отказалась принять его к производству. Причины такого решения, как и то, какие налоги и сборы требовала взыскать инспекция, пока неизвестны. Один из старейших частных джентльменских клубов в мире разрешит женщинам вступать в заведение. Этого ждали почти 200 лет. В последние годы лондонский джентльменский клуб «Гарик» неоднократно блокировал такое членство. Однако на этой неделе пересмотрели правила и проголосовали за то, чтобы разрешить женщинам вступать в клуб. Почти 60% высказали «за». Для положительного решения требовалось большинство в 50%. Хотя предыдущие голосования по вопросу о членстве женщин всегда требовали большинства в две трети голосов. Анализ правил клуба показал, что в уставе нет ничего, чтобы препятствовало вступлению женщин. Клуб «Гарик» был основан в 1831 году в лондонском Вест-Энде. Целью заведения определили возрождение драматического искусства. А клуб должен стать местом, где актеры и люди утонченного вкуса могли бы встречаться на равных. Ведь в те годы актеры не считались респектабельными членами общества. Азиатские львята сделали первые шаги со своей мамой в лондонском зоопарке. Детенышам всего 8 недель и они впервые вышли из вольера на улицу. С момента рождения львят за их развитием внимательно следили работники зверица и фиксировали это на скрытые камеры. Три детеныша являются важным дополнением к программе разведения, которая защищает здоровую популяцию видов, находящихся под угрозой исчезновения, заявили в зоопарке. Популяция азиатских львов составляет не более 500 особей в лесах Западной Индии. Животные особенно уязвимы к болезням и стихийным бедствиям. Павильон «Земля Львов» в лондонском зоопарке открыли в марте 2016 года. На мероприятии лично присутствовала королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский. Это были все новости к этому часу. Итоги дня смотрите в вечернем выпуске программы «Вот так». Увидимся завтра. Берегите себя и своих родных.